Иван Иванович Пстыга родился 10 апреля 1918 года в Башкирии, в деревне Сухополь. Его отец Иван Григорьевич по тем временам считался самым грамотным человеком. Он окончил сельскую приходскую школу и писал, и читал всем знакомым письма. Мать Евдокия Фоминишна была маленького роста, щупленькая, но исключительно трудолюбивая. Родные не знали, когда она спала. Засыпали она что-то делала, просыпались, она уже была вся в работе. Также у Ивана Пстыга было еще пять сестер и два брата. В семь лет Иван начал учиться в Валентиновской начальной школе, а после четвертого класса учился в Архангельской неполной средней школе, которая находилась на расстоянии 18 верст от дома. Всю неделю он жил прямо в классе, а в субботу пешком отправлялся домой. Ходить в школу приходилось даже в самые лютые морозы в Лаптях и Ветхом Зипуне. Когда впоследствии Пстыга вспоминал эти переходы, то невольно вздрагивал. Ему казалось, что стоит он голый на 30-градусном морозе. Осенью 1934 года Иван переехал жить в Уфу, где продолжил обучение, а в 1936 году его призвали в армию. Из работы областной призывной комиссии молодому человеку больше всего запомнился один эпизод. Надо было бежать по темному коридору, а затем неожиданно разверзался пол, и в темноте молодой призывник вдруг падал вниз. Точас же врач хватал его за руку и считал пульс, а затем проверял зрачки и что-то записывал в журнал. После призывной комиссии Пстыга взяли служить летчиком и направили в Энгельское военное авиационное училище. После катастрофы 21 июля 1941 года и смерти штурмана Дементьева лейтенант Пстыга почти месяц добирался до расположения своего полка. Когда он взволнованный валился в землянку командира Радякина, тот ему почему-то шепотом сказал, «Слушай, а мы тебя давно похоронили». «Требую воскресить, товарищ майор!» Оказывается, летчики другого звена, летавшие вместе с Пстыга на переправу, видели его приземление на горящем самолете, и так же, как и немцы, подумали, что экипаж погиб. О чем и доложили начальству. Еще один печальный момент был в том, что домой отправили похоронку. Пстыга тут же написал родным большое и обстоятельное письмо, дескать, произошло недоразумение, и хотя меня действительно подбили, но я жив и еще повоюю. Как ему потом рассказывали, отец, увидев почерк сына, сразу успокоился. А мать долго не могла поверить, все твердила, что это постарались однополчане. В августе-сентябре 1942 года войска Юго-Западного фронта терпели поражение от сил вермахта. Немцы стремились окружить киевскую группировку советских войск. В это время 211-й бомбардировочный авиаполк находился возле Миргорода. И вот в один из дней летчикам буквально пришлось бежать, спасая свои самолеты и бросая оставшуюся материальную часть и даже часть персонала. Немецкие танки и мотоциклы внезапно выехали прямо к аэродрому. Невольно началась суматоха, еще вот-вот и паника. Командир полка Родякин и начальник штаба Савинов оба бледные, как полотно. Жестко и четко отдают приказания, вплоть до того, что каждому летчику называют номер его самолета. Пстыга номер 7. Иван Иванович рванул к самолету. Штурман был уже в кабине. За пстыгу увязался техник звена. Товарищ командир, а меня оставите? Садись! Тут кто-то еще из тех состава. Товарищ командир, а меня на погибель? Живо садись! В итоге в штурманскую кабину набилось 4 человека. На взлете хвост машины поднялся с трудом. Самолет еле оторвался от земли. Но полетели. Только на запасном аэродроме летчики узнали, что после упорных и ожесточенных боев наши войска оставили Киев. За первые месяцы боев 211-й бомбардировочный понес большие потери. И тогда полк отослали в среднюю полосу России на переформирование. А летчиков посадили изучать новый самолет – штурмовик Ил-2. Эта машина сразу понравилась пстыга. Бронированный Ил-2 имел хорошую маневренность. Развиваемая им скорость у земли была более 400 км в час, что позволяло стремительно атаковать наземные цели. А надежная броня защищала летчика и машину от огня противника и повышала его живучесть. Две пушки калибром 23 мм и два скорострельных пулемета делали Ил-2 боевым и грозным оружием на поле боя. Штурмовик имел солидную бомбовую нагрузку – до 400 кг и 8 направляющих балок для подвески РСов – реактивных снарядов. Минусом первых моделей Илов было то, что сначала они выпускались одноместными. И если спереди штурмовик превышал по огневой мощи любой из самолетов противника, то сзади был совершенно не прикрыт, чем и пользовались немецкие истребители, уклоняясь от лобовой атаки и заходя в хвост советским машинам. В связи с большими боевыми потерями одноместного варианта, советскими инженерами было принято решение дополнительно оборудовать Ил-2 кабиной стрелка. Но двухместные штурмовики массово появились в войсках только в 1943 году. Обратно на фронт Иван Иванович Пстыга попал только в марте 1942 года. Еще в декабре он лег в госпиталь с рецидивом ревматизма. Это была память о детстве, о тех суровых переходах до школы и обратно. После госпиталя его направили работать инструктором, но сердце молодого летчика не лежало к наставнической деятельности, и он буквально сбежал с 504-м штурмовым авиаполком обратно на фронт. Пстыга сначала взяли командиром звена, но уже скоро назначили заместителем командира эскадрильи, а после Иван Иванович уже возглавил и саму эскадрилью. В один из майских дней в штабе полка появился командующий 8-й воздушной армии, генерал Хрюкин. В те дни под Харьковом советские войска опять терпели поражение, и отступая, не успевали уничтожать ценную технику и боеприпасы. На станции Приколотная врагу удалось захватить несколько эшелонов, причем два эшелона с горючим. Генерал Хрюкин приказал уничтожить станцию. Командир полка высказался за вылет всех самолетов одновременно, а ведущим назначил Пстыга. Но Иван Иванович воспротивился. «Столько самолетов не поведу!» Хрюкин вскинул брови. «Как не поведу?» «При такой погоде я их не соберу, скорее растеряю, товарищ генерал». День действительно был серый, видимости никакой, шел мелкий, но частый дождь. «Допустим, — сказал генерал, — дальше. Не останавливайтесь на полпути, старший лейтенант. Отвергая чужое, утверждайте свое. Ваш план. Мы бы втроем туда проскочили». «И что вы там сделаете?» «Думаю, больше, чем 12 штурмовиков». «Дааааа», — с сомнением произнес Хрюкин. Размыслил и разрешил. «Давай, старший лейтенант, дерзай». К станции «Тройка» штурмовиков подошла на малой высоте. Плохая погода скрыла от зениток противника наши самолеты, которые сразу же наскочили на длинные цепочки эшелонов. О стрельбе РСами не могло быть и речи. Взрывная волна от реактивных снарядов повредила бы низколетящие самолеты. И тогда Пстыга крикнул «Бомбы!». Они были с замедленным действием. Сбросив бомбы, илы ушли на запад, развернулись. И тут взором советским летчикам предстала ошеломляющая картина. На станции все рвется, горит, до облаков поднимается не только дым, но и пламя. Уже буквально через несколько месяцев старший лейтенант Пстыга вновь встретился с командующим 8-й воздушной армией. И ему вновь пришлось выполнять трудную задачу на трех штурмовиках вместо вылета всего полка. 22 августа 1942 года генерал Хрюкин снова прибыл в штаб 504-го авиаполка. В это время уже шла Сталинградская битва. В районе хутора Вертячий противник навел переправу. Ее нужно было немедленно уничтожить. Но в это время в полку было всего 12 самолетов, которые только что вернулись с задания, изрядно побитые, и готовых к вылету было всего 3 машины. В штабе воцарилось молчание. Все понимали, что штурмовать переправу тремя самолетами бессмысленно. Они вряд ли выйдут на боевой курс под плотным огнем зенитных батарей. Но даже если и прорвутся, то попасть в тонкую нитку моста почти невозможно. Для гарантированного уничтожения переправы нужно было 2-3 десятка сбросов авиабомб. И тут в тишине раздался голос пстыга. «Товарищ генерал, тройка для меня счастливое число. Разрешите лететь?» Генерал узнал летчика. Он вывел его из штабной землянки и взял за руку. «Ты вообще-то, старший лейтенант, понимаешь значение возложенной на тебя задачи?» «Понимаю. Это же основная переправа на Сталинград». «И это понимаю. Но переправы не должно быть». «Переправы, товарищ генерал, не будет». «А если бомбами не попадешь?» «Все равно, переправы не будет». Тогда командарм отпустил руку пстыга и сказал убежденно. «Я тебя понял, старший лейтенант. Благословляю». Ночь была лунная. Пстыга со своими ведомыми Иваном Докукиным и Василием Батраковым подлетели к Дону на высоте 2250 метров. Немцы хоть и притопили понтоны, но переправа была видна, словно кто-то натянул черную нитку поперек реки. Пстыга решил не рисковать и вел самолет в пикирование под углом 60 градусов. Это было очень опасно, особенно в ночных условиях, ведь Ил-2 не пикирующий бомбардировщик. Пстыга прицелился, а когда понял, что промахнуться не сможет, нажал на бомбосбрасыватель и одновременно взял ручку на себя. Из пике машина выходила со страшной перегрузкой. Пстыга казалось, что самолет вот-вот развалится, в нем все скрипело, но тот скрежет потонул в радостных возгласах ведомых. «Попал! Попал!» – доносилось по радио. Только теперь Иван оглянулся. Все шесть бомб легли в районе переправы. Две или три попали точно в мост. Несколько понтонов были уничтожены, а остальные сорвались со своих креплений и теперь дрейфовали по реке. «Удальте по войскам!» – скомандовал Пстыга. И ведомые не замедлили выполнить приказ. А после Ил-2 ушли в Донские степи. Как-то в середине сентября всех летчиков эскадрильи вызвал майор Балдырихин. «Трудную мы сегодня получили задачу. Вражеские танки прорвались на улицы Саратовскую и Коммунистическую. Нам приказано найти их и уничтожить. Задачу выполнять вам, товарищ Пстыга», – заключил Балдырихин и приказал готовиться к вылету. К этому времени Иван Иванович имел уже солидный опыт боевых действий. Но вот чтобы в огромном дымящемся городе, в сплошных развалинах, найти такую малую и подвижную цель, с подобным он столкнулся впервые. К тому же в штабе не было даже карты Сталинграда, поэтому найти определенную улицу в городе было затруднительно. Уже когда Пстыга завел мотор и был готов вылетать, ему подвезли туристическую карту города. По ней-то и пришлось ориентироваться. Пока подлетали к Сталинграду, Пстыга изучил карту. Действовать решил от вокзала. Он большой, его сразу видно. И вот Сталинград, вокзал, улица Саратовская и Коммунистическая. Но где танки? Забила тревога. Однако ненадолго. Танки обнаружили в тени домов, скорее в тени того, что осталось от домов. Насчитали их более десятка. К счастью, вражеских истребителей в данном районе не оказалось, а зенитная артиллерия, видимо, не успела за прорвавшимися танками, и огонь вела издалека и неэффективно. Илы же последовательно стали пикировать и штурмовать танки из пушек и пулеметов до тех пор, пока фашисты не трогнули и не отступили. Получился настоящий уличный бой штурмовиков. И вот Пстыга перед командиром с докладом о прошедшем бое. Товарищ майор, старший лейтенант, начал было он. Но Балдерихин резко прервал доклад. Отставить. Что такое? Пстыга осмотрел себя, поправил форму и снова. Товарищ майор, старший лейтенант. Тут Балдерихин не сдержал улыбки и говорит. Иван Иванович, да вы капитан. Он тепло поздравил Пстыга и других летчиков группы с выполнением задания. Оказывается, за этим боем наблюдал лично генерал Хрюкин. Командующий вызвал на телеграф командира 504-й авиадивизии и коротко передал, что группа действовала отлично и просил всем летчикам объявить благодарность военного совета фронта. Немедленно представить всех летчиков группы к награждению орденами Пстыга к самому большому ордену и внеочередному воинскому званию капитан. Вскоре летчики получили обещанные боевые ордена. А Пстыга наградили вторым орденом Красного Знамени. Пройдет много-много лет, когда уже отшумят и частью забудутся бои Великой Отечественной войны, на юбилейных торжествах 8-й гвардейской армии Пстыга окажется рядом с маршалом Чуйковым. Вспоминая Сталинградскую битву, Василий Иванович Чуйков расскажет, как в очень тяжелый момент уличных боев в Сталинграде его войскам оказала помощь группа штурмовиков. Где-то эти молодцы сейчас, остался ли кто-нибудь из них в живых, закончит он свои воспоминания. А когда Пстыга признается, что эту группу водил именно он, то маршал буквально задушит Ивана Ивановича в объятиях. Ну а ту самую туристическую карту Сталинграда с красными кружками, где обозначены улицы Саратовская и Коммунистическая, Иван Пстыга будет хранить до конца жизни, как реликвию, как святое воспоминание о боевом прошлом.